Глава курорта Анатолий Пахомов встретился с собственниками помещений трёх проблемных многоквартирных домов. Все три объекта расположены в Эмеретинской низменности, в посёлке Мирном. Два дома построены на землях совхоза Южные культуры, третий на улице Хуторской. В каждом из случаев застройщики знали, что возводить на участке под ИЖС многоквартирные дома незаконно. Глава города лично предупреждал об этом. Правила землепользования – это наши правила, городские. Но после Олимпийских игр президент Российской Федерации сам издал указ о создании зоны ОЦ. Это особо ценная зона, где прописаны критерии, которые не должны превышаться. Главная критерия, которая не должна превышаться – это высотность. Застройщик и тот, кто продавал, об этом знали, были уведомлены. Во всех трёх самостроях есть обманутые покупатели. Понимая, что многие из них стали жертвами мошеннических махинаций застройщиков, глава города предложил им решение, которое могло бы подойти всем сторонам. Итак, застройщик демонтирует лишние этажи и компенсирует финансовые потери собственникам квартир на этих этажах. За это его не станут привлекать к уголовной ответственности. Оставшиеся собственники создают товарищество собственников недвижимости, с которым мэрия готова будет подписать мировое соглашение. Даже несмотря на то, что значительно превышена площадь застройки. В некоторых случаях эта цифра больше разрешённой в десятки раз. Но на такой компромисс власти города могут пойти лишь с теми, кто зарегистрировал право собственности и уже проживает в домах, расположенных на особо ценной территории Меретинки. А таких объектов там шесть из 21-го. По остальным – снос по всей строгости закона. Виктор Кобылин купил своей маме квартиру в шестиэтажке в посёлке Мирном. Документы на жильё оформил по закону. Право собственности на квадратные метры зарегистрированы в юстиции. Сейчас дело по его дому находится в суде. Есть масса нюансов, есть масса нарушений, что со стороны застройщика, что, я думаю, со стороны судов, что со стороны прокуратуры, надзорных органов. С одной стороны, мы говорим, что да, он незаконный, потому что он не удовлетворяет нормам и правилам строительства ОЦ-1 зоны. С другой стороны, мы говорим, он стоит, у меня есть документы. Я думаю, что здесь надо плотно работать и администрации, и прокуратуры, и судам, и нам, как жителям в этом вопросе, и найти компромисс. В случае, если застройщик демонтирует три из шести этажей, у собственников дома появится возможность сохранить оставшуюся часть. К слову, рабочие встречи с обманутыми покупателями глава города проводит практически ежедневно. Решение об этом было принято на прошлой неделе на встрече в Доме культуры Центрального района. За это время глава уже пообщался с представителями восьми объектов. По всем найдены пути решения проблемы. Теперь важно, чтобы собственники смогли договориться как с застройщиком, так и между собой.